Ёлок много не бывает, поэтому в этом году у меня их целых две. Игрушки на вторую ёлку я делала сама, и сейчас вам всё расскажу и покажу. Особенно это будет интересно для любителей Гарри Поттера. Первая новогодняя игрушка, которую сегодня мы будем делать, это волшебный снич. Нам понадобится шарик, перышки и клей. За минуту мы сделали оригинальную игрушку, которую можно только к себе на ёлочке. Повесить, ну и подарить кому-нибудь. Вторая игрушка, которую мы сегодня будем делать, это старинное письмо, которое было адресовано Гарри Поттеру. Уже заранее я распечатала чёрно-белые шаблоны письма и конверты, сейчас я их сложу. И ещё нам понадобится растворимый кофе, вода. Я засыпала одну чайную ложку растворимого кофе. Сейчас мы просто окунаем листики бумаги в кофе. А потом сушим и складываем. Для того, чтобы письмо выглядело более натуральным. На натуральном кончике можно завернуть таким образом. К письму я хочу добавить пёрышко, для этого нам понадобится горячий клей. Кстати, такое письмо и конверт могут стать отличной альтернативой открытки на Новый год. Уже готовы, нам осталось сделать волшебную палочку. Заказывайте сушеный сливков, то у вас явно есть одна из китайских палочек для суши. Дальше нам понадобится полимерная глина или можно использовать горячий пистолет с клеем. И ещё гуашь, она у меня фикс прайса и вот такая вот кисточка. Для начала нам нужно сделать основание нашей палочки. Можно взять ещё кусочек полимерной глины, разметила в руках и придумать фигуру, основание. Вот такая вот спиралька у меня получилась. Дальше нам нужно эту палочку покрасить. Я покрасила палочку в чёрный цвет и сейчас буду красить её серебристой. Вот такая вот новогодняя волшебная ёлка у меня получилась в итоге. Но украшение всей ёлки ушло примерно полтора часа. Все зависит от количества игрушек, которые вы делаете. Обязательно попробуйте сделать одну из таких игрушек, ведь она может стать не только украшением для ёлки, но и отличным дополнением к вашему подарку.